Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами на канале «Голос Силиконовой долины» Светлана Портнова. И такой вопрос на рассмотрение. Мы получили письмо от Алены Оз три недели назад, и она пишет, «Здравствуйте, хотела уточнить пару моментов, связанных с воспитанием детей в США. Как там относится к наказаниям детей? Шлепок по попе, шлепок по рукам, поставить в угол, повысить голос на ребенка, именно повысить, прикрикнуть, а не орать благим матом. Что делать, если ребенка в магазине или другом общественном месте закатил истерику? Как реагировать, чтобы не загреметь в тюрьму и не лишиться родительских прав?» Вот такой интересный вопрос, и мы попытаемся немножко с этим вопросом разобраться. Мой папа, который был рожден в начале 20 века, в период где-то после гражданской войны, он был маленьким мальчиком, его воспитывала мама одна, его и брата, два пацана в семье. Мама работала работницей на табачной фабрике, уставала очень, и два пацана были предоставлены сами себе с утра до вечера, где-то там они в пыли играли. Ну, естественно, они не слушались, они были такие предоставленные сами себе, никто не занимался их воспитанием. И самым лучшим способом воспитания его мама считала, если он не слушается, то нужно взять ремень и вот этим ремнем по одному месту приложиться, и тогда вот все будет правильно, он будет знать, что так делать больше нельзя. И я уже помню, что когда мой папа был уже моим папой, а потом уже и дедушкой, он всю свою жизнь помнил обиду, нанесенную его матери в раннем детстве. Обиды на родителей сохраняются, эти обиды портят всю жизнь и могут нарушить даже жизненный сценарий нашего ребенка. У него может жизнь не сложиться из этих обид на родителей. Это очень сложные механизмы все, и я не хочу углубляться в них. Я только хочу сказать, что сегодня дети, по сравнению, например, с моими родителями, с нашими бабушками и дедушками, сегодня дети – это совершенно другой качественный материал. Это дети, слепленные из другого теста, они более нежные, они более подвижные, с гибкой психикой, с совершенно другой моторикой, чем у нас была. Все это вызвано тем, что мы живем в другом ритме жизни. Представить себе ритм жизни начала 20 века и сегодня немыслимо, просто. Больше стресса, больше отношений, быстрее все происходит. И эти дети рождаются уже более приспособленные для того, чтобы выносить все это, чем были приспособлены наши бабушки и дедушки. Это другие дети, поэтому бить их категорически нельзя. Это плохо очень. Как воспитывать, это мы поговорим отдельно. Есть другие методы воспитания, но бить нельзя. Я даже скажу больше того, кричать на людей нельзя, на детей нельзя. Детей нужно любить и уважать в них личность. Сегодня наши дети такие удивительные существа, что нам пора учиться у них чему-нибудь уму-разуму, а не только их учать. Конечно, мы должны их обучать, мы должны их воспитывать, но они с такой скоростью улавливают информацию, с такой скоростью они жмут на клавиши своими маленькими тоненькими пальчиками, что даже не успеваешь уследить, с какой скоростью это происходит. Нам приезжали друзья, и их парнишка 14-летний взял у меня ремонт-контроль от караоков, и что-то стало с такой скоростью нажимать, я даже не могла понять вообще, что он делает так быстро, не могла уследить, хотя я тоже человек не чуждый и цокать по клавишам компьютера. Вот с мобильными девайсами хуже, там клавиши маленькие, уже пальцы не так хорошо попадают. Поэтому, ребята, мы растим другое поколение людей, мы не можем их бить, это унижает их достоинства, это люди. Как это можно бить кого-то, шлепать кого-то? Наши дети тонкие, наши дети чувствительные. Когда они рождают совсем маленькие, они нуждаются в уходе. Они совершенно не испорчены ни средой, ни врожденных пороков никаких у них нет. Они девственные, они унаследовали генетику в каком-то смысле родительскую, у них есть предрасположенности к чему-то, но они безвинные существа, им нужна наша забота и наше тепло, поэтому маленьких детей нужно любить и оберегать. Взрослые говорят, что детей нужно воспитывать с пеленок жестко, чтобы нам было удобно, чтобы руки не болели, таскать их на руках, чтобы они не кричали, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Раньше, может быть, это годилось, сегодня уже не годится, потому что чем бы дитя не тешилось, знаю родителей, которые младенцам включают телевизор, и эти младенцы с детства привлекают смотреть телевизор часами. Они развиваются, есть специальные развивающие программы «Бэби Эйнштейн», но если ребенок будет заниматься только этим, то родителям очень удобно, они в этот момент могут чем-то еще заниматься. И, наверное, у кого-то такая жизненная ситуация, что просто без этого не обойтись. Единственное, что хорошо было бы это все дозировать в определенных пропорциях, чтобы ребенок помимо чисто зрительного восприятия информации с телевизора все-таки получал и общение и с мамой, и с папой, и поглаживание, и почмокивание, и тепло, и прижимание груди, и так далее. Это все для ребенка очень важно, потому что он беззащитный совсем. Когда ребеночек наш становится немножко старше, он начинает проявлять характер свой. И проявляет его тоже весьма интересным образом. Ребенок плачет, когда ему что-то плохо. И когда он еще не искушен в этой жизни, это плохо носит вполне естественный характер. Ему плохо, когда он голодный, ему плохо, когда он устал. От этого он начинает капризничать. Мы же начинаем его ругать и прикрикивать на него, чтобы он не капризничал. Но ему плохо. Ну вот как, если вам плохо, а вам вместо того, чтобы пожалеть вас, начнут на вас прикрикивать. Ты чего тут, мол, расныхался, нечего, давай, мол, давай. Но вы взрослые люди, они маленькие дети, поэтому нужно понимать это. И понимать, что ребенок не просто так плачет, а что у него есть причина какая-то, по которой он плачет. И поняв эту причину, может быть, ее можно ликвидировать, он не будет плакать. Когда я была маленькая, я помню, мне было лет 5 или 6, я пошла во двор играть с подружками. Ну что-то там мы бегали, 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 я упала и разбила обе коленки. Мне было ужасно грустно. Вот я пришла вся зареванная в слезах, мне помазали зеленком эти коленки. И все, щипало ужасно. И папа мне сказал, ты не ходи домой, уже больше гулять, уже побудь дома. Ну, мне так хотелось к девочкам на улицу гулять. Я сказала, что я пойду погуляю. Я пошла гулять, и так получилось. Я снова упала на эти же разбитые коленки, что мне стало еще больнее, еще грузнее. И я пришла домой, и тут папа на меня накричал. Очень зло он накричал. Я же тебе говорил, не ходи. Он накричал не потому, что он меня не любил. Он меня очень любил, но ему было обидно, что я его не послушала. Это его амбиции. Ему было обидно, что я его не послушала. И вместо того, чтобы меня несчастную пожалеть, у которой разбиты коленки, у которой болят в два раза сильнее, он на меня же еще и накричал. Когда мы кричим на ребенка, когда мы повышаем на него голос, это выражение нашей несостоятельности, это выражение нашей досады, что нам не удалось ребенку что-то доказать. Мы срываем свои неудовлетворительные состояния на ребенке, и это нехорошо. Это нехорошо. В этот момент ребенок сам нуждается в том, чтобы его пожалели. Когда ребенок начинает вредничать, вот тут очень интересный есть аспект. У нас были приятели одни, у них ребеночек рос, как страва в поле. Цел день сидел, смотрел телевизор, что-то там такое усваивал. У него были финальные способности. Он прямо целыми кусками фразы выхватывал из телевизора и говорил, как диктор американского телевидения. Мама плакала, когда в садик его отдали от умиления. Говорит, их там научили ножницами вырезать. У нее не было понятия такого, что она сама могла научить ребеночка что-то делать или чем-то заниматься, вырезать ножницами. Она говорит, вот его научили, как славно с ним занимаются. Видно, ее родители тоже не приучили, что с ребенком все-таки нужно время проводить, что он может целый день телевизор только смотреть. Да, так вот этот мальчик в силу недостатка родительского внимания, ему очень хотелось бы, маленький был, тоже ему было лет 5 или 6, а он был большим пакостником. Стоило друзьям к нам в гости прийти, и все садились там, начинали вести свои взрослые разговоры, ему было скучно. У него не было никаких занятий, родители даже не побеспокоились о том, что взять ему игрушки какие-то, какое-то занятие, чем он любит заниматься. Он ходил по дому, слонялся и начинал шалить. Шалить, а точнее проказничать. И он все время делал какие-то гадости, постоянно. Эти гадости закрыли. Один раз он запер снаружи дверь в туалет. У нас тут такие туалеты с замками, которые можно изнутри захлопнуть, и потом, если выйти снаружи дверь закрыть, захлопнутым замком, то снаружи уже и не открыть его. И мы полвечера занимались тем, что открывали эту дверь. В общем, ребенок был несносный совершенно. И когда уже наши друзья уходили, мы с Мишей, с Михаилом обсуждали, насколько родители неправы, что ему, этому ребенку несчастному, нужно внимание. Внимание нужно ему. Он мается бездельем и от этого пакостит, чтобы привлечь к себе внимание. Как только ему дадут это внимание, он перестанет пакостить и будет самым ангельским ребенком на свете. Ну, конечно, мы занятые люди, у нас дел полно. Нам нужно первое, второе, третье, четвертое. В особенности, если нет бабушек, если нет бобиситеров, если нужно бежать на работу, если есть другие дети и так далее. И так далее, мы заняты. И получается, что мы опять перекладываем свою занятость и свои проблемы на детей, говоря, что они плохие, они плохо воспитаны, они могут закатить истерику. То, что ребенок закатывает истерику в публичном месте, это целиком и полностью вина родителей, а не ребенка. Это ему так дали возможность так делать. В Америке, кстати, когда мы приехали 25 лет тому назад, мы обратили внимание, что в магазинах кричат только русские дети. Американские дети в магазинах не кричат. Сегодня кричат индусские дети тоже вместе с русскими. Китайцы, даже китайцы нет, китайцы не кричат. А вот американцы не кричат вообще. И когда ребенок, например, тянется, вот возле кассы обычно весят такие привлекательные жвачки, там какие-то штучки, такие очень привлекательные для маленьких детских ручонок, когда ребеночек сидит вот в этой коляске покупочном и тянется ручонками к ярким этикеткам, американская мама говорит, «Сынок, пожалуйста, не делай этого для меня». Она не повышает голос, она не раздражается. Она говорит совершенно спокойно, «Пожалуйста, не делай этого для меня». И его ручонку ласково забирает. И судя по тому, что малыш ее точно так же забирает ручонку и не начинает уже биться в истерике, очевидно, это у них какая-то практика. И они умеют это воспитывать с самых первых дней рождения ребенка. Это все воспитывается по крупицам, по маленьким крупичкам. Но кричать на ребенка нельзя, бить ребенка нельзя. Его нужно любить, с ним нужно разговаривать и пытаться понять, что же ребенку нужно такого, почему он себя ведет не так, как нам бы хотелось. От нас это требует, конечно, больше усилий и больше нервов. Когда человек сам на работе вздрюченный, он более настроен воинственно, ему не до того, чтобы в эти слюни-сопли вникать, что там, давай, собрался, пошел. Когда-то сколько ты будешь копаться еще, давай, собирайся быстрее. Но в целом, если мы настроимся на волну нашего ребенка, который у нас любимый, долгожданный, нежный, трепетный, будущий гений, то мы поймем, что это все важнее по сравнению с тем, чтобы на него накричать, или тем более шлепать, или бить по рукам. Этого делать нельзя. Все дети разные. И одним для того, чтобы, когда мы начинаем детей приобщать к чему-то полезному, начинаем с ними проводить больше времени, мы передаем им свой опыт, мы учим их играть, играть с игрушками, играть с конструктором. Очень важно в этот момент, когда мы с ними играем, приучать их немножко думать самостоятельно. То есть, что-то мы сделали с тобой, а теперь ты сделай сам. Творческое начало. А теперь сам попробуй. Ой, слушай, как здорово у тебя получилось. Молодец. Смотри, ты собрал такую же пирамидку, как и я собрала. Молодцу. И ребенок будет гордиться, и он будет подходить к вам и говорить, смотри, что я собрала. Смотри, как здорово. Значит, метод поощрения, да? Метод поощрения. В поощрении я бы увидела два аспекта. С одной стороны, это просто похвала. Ой, сынок, спасибо тебе большое. Ты понимаешь, что мама устала, ты мне принес тапочки. Какой ты молодец, какой ты хороший сынок. А с другой стороны, это восхищение его достижениями. И ни в коем случае нельзя этого умолять. И в советской школе, и в советских садах детей практически не хвалили. Считалось, что хвалить ребенка, это формировать в нем нехорошие черты. Тогда он будет зазнаваться, он будет нескромным, и так далее, и так далее. Но на самом деле, похвала и восхищение, это очень мощные стимулы, побуждающие ребенка делать что-то, делать что-то творческое, чтобы еще раз добиться заслуженной похвалы за свои действия. С точки зрения наказания, да, конечно, у ребенка должны быть какие-то наказания. Здесь такие наказания, они называются тайм-аут. Что такое тайм-аут? Ребенок расшалился, он начинает, а может быть, он уже расшалился настолько, что уже находится на грани истерики. Такое тоже бывает. Нервная система перегружена, очень много всего. Играл, 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 и родители упустили момент, когда нужно было остановить, и все, ребенок уже захлебывается где-то. Скорее всего, это будет не в магазине, потому что в магазине этому не предшествует какая-то игра. Скорее всего, это будет где-то дома, в гостях и так далее. Американцы используют такое средство, которое называется тайм-аут. В тайм-аут ребенок сажается в отдельную комнату, где его ничего не отвлекает, где некому апеллировать. Играет, да, он, а я, он. Он находится в отдельной комнате, и в этот момент ему говорят, значит, ты успокаиваешься, и мы с тобой обсудим, что происходит. В нервной системе ребенка нужно отдохнуть. Она перегружена, он устал, может быть, он плачет от того, что его нужно, или скандалит от того, что его нужно накормить. Моя внучка, например, она не чувствует, когда она голодная, и если вот эту границу перейти, не покормить ее там сколько-то времени, а спрашиваешь, хочешь есть? Нет, не хочу. Она сама не чувствует это, она на себя на себе надо плохо вести. И мы-то взрослые понимаем, что в этот момент нужно было просто покормить ребенка, и все, чтобы он не был голодный. А он от того, что ему плохо, он начинает скандалить, конючить и так далее, и так далее. Так вот этот тайм-аут, когда ребенок отдыхает, с одной стороны он отдыхает, немножко набирается сил, с другой стороны, зависит от возраста ребенка, можно уже с ним поговорить и обсудить, что происходит, почему он поступил так, а не поступил иначе. Если он был голоден, надо сказать, вот видишь, как ты был голоден, и в этот момент надо было просто взять покушать, но мы как-то не спохватились вовремя, и у тебя испортилось настроение. А почему оно испортилось? У тебя испортилось настроение, у мамы испортилось настроение, разве это хорошо? Это же не хорошо совсем. Вот такой, например, метод воздействия. И на самом деле жизнь показывает, что эти методы воздействия, они очень действенны. И здесь пользуются этим довольно-таки широко и в дошкольных учреждениях, и даже в начальной школе этим пользуются. Если ребенок, например, толкнул другого ребенка, его отведут в офис, и он сколько-то времени там должен будет просидеть в этом офисе с беседой, и позвонят родителям, и так далее, и так далее. И два пригода за неделю, это уже целое ЧП, уже идут разговоры с родителями об объяснении, о том, о сем. И ребенок понимает, что он что-то сделал не так. И в принципе ребенок ведь не хочет быть плохим. Он хочет быть хорошим, чтобы его любили. И одни дети более послушные, им просто достаточно того, что они сделали что-то, и вам приятно, и вы им показали, что вам приятно, и вы показали, что вы очень признательны им за то, что вот они сделали то, что они сделали. И они уже рады и счастливы. Они будут шелковые, они будут стараться в следующий раз еще больше. А другие дети нет, они не такие податливые, они более энергичные, они могут расшалиться и делать не совсем то, что нужно. Их нужно немножко корректировать и направлять в нужное русло. И эти детишки, например, они могут, то есть их можно корректировать, их поведение с помощью, я это называю методом тая-пряника. Или это ограничение пространства и времени. И то, и то одинаково хорошо звучит, и одинаково хорошо работает. Значит, ребенок должен знать правила. Наши дети умные, они все понимают с пеленок. Когда человек знает правила и понимает, что он правила нарушает, то за этим следует наказание. Какое это может быть наказание? Значит, если ты не сделаешь домашнее задание, то сегодняшние там мультики ты смотреть не будешь. И это должно быть непреложно. Не может мама разрешить смотреть мультики, а папа запретить или наоборот. В семье должно быть единогласие, и оба родителя в этом смысле должны быть единоношны. Если ребенок требует чего-то, опять же, и вы отказываете ему в этом по каким-то своим соображениям, то, опять же, это решение должно быть обоюдное, и оба родителя должны придерживаться одной и той же точки зрения. Значит, кнутая пряника. Вот молодец, смотри, ты сегодня прочел лишнюю главу из книжки, да? За это мы с тобой вместе пойдем и съедим там, не знаю, в ресторане мороженое, например. То есть, метод кнутая пряника поощрение за выполненную работу и наказание за что-то, если что-то недостаточно выполнено. При этом, при всем, все это делается нормальным тоном. Дело в том, что когда человек говорит на повышенных интонациях, это он сам раздражается. А когда он сам раздражается, то это раздражение переносится на ребенка. И вот это никому не нужно. И здесь это, в общем, не практикуется. И никогда учителя в школе не повышают голоса на детей. И в дошкольных учреждениях никто на детей не кричит. Говорят, с ребенком спокойно. Чего, собственно, кричать? Ребенок, да, он такой, какой он есть. Он провинился. Его за это можно наказать. Его можно лишить чего-то. Но он же не плохой от этого ребенок. Он же ребенок. Он же наш любимый, родной ребенок. Вот. Поэтому, значит, вот метод кнутая пряника. А метод поощрения, восхищения. Я бы это назвала, да. Что еще? Ребенка надо слушать. Надо слушать и надо с ним разговаривать. В сегодняшнем мире, где столько много всевозможных компьютерных игр, и компьютер занимает такое огромное место в жизни наших детей, необходимо разговаривать еще даже больше, чем раньше. Потому что сегодня наши дети... Я вот недавно возвращалась из Мексики. В аэропорту сидела стайка ребятишек лет, наверное, от 8 до 10 лет. У каждого был свой маленький электронный девайс. И все они сидели очень мирно в аэропорту. Никто друг с другом не разговаривал. И все они уткнули свои девайсы, играли в эти игры. И единственное было наша Саша, которая сидела и читала книжку. И читать книжку, мне кажется, немножко лучше, чем играть в девайсы, потому что книжка кончается. И наступает какой-то момент общения. А игры не кончаются. Это все бесконечно. И они не приносят навыков человеческого общения. Они, наоборот, человека отрывают друг от друга. Вообще интересное наблюдение, что на американских детских площадках дети никогда друг с другом не знакомятся. Они вполне самодостаточные. Пришел ребенок со своими родителями. Пошел на горку, спустился с горки, покатался на качельках, поджимался, что-то такое сделал. Рядом ходят другие дети. Нет, никто никогда ни с кем не знакомится. Каждый сам по себе. Мне это было странно. То есть в нашу бытность детства, и даже когда наши дети уже росли, на детских площадках молодые мамочки одного возраста, с детьми примерно одного возраста, тут же задружились, сидели, бегали вместе, делали что-то вместе. Здесь каждый сам по себе. И это, конечно, большая проблема. И этот недостаток общения, он, безусловно, проявится в более взрослой жизни. И мы должны наших детей с детства приучать к общению. Поэтому, начиная, наверное, хотя бы с трех лет, ребенок должен посещать какие-то детские учреждения, где он находится в непосредственной близости с другими детьми. В противном случае мы вырастим вот таких нердиков, которые только могут общаться через компьютеры, через социальные сети. Социальные сети – это неплохо. Это тоже свой особый мир общения, где мы виртуальны, даже не виртуальны, это неправда, потому что мы общаемся с живыми людьми. Мы общаемся через технические средства, но мы общаемся с реальными живыми людьми. Но это не совсем не заменяет реального общения, когда люди смотрят друг в другу в глаза, когда они пожимают друг другу руки, когда они о чем-то одновременно говорят, они по очереди чатаются. Вот такие вот замечания. Значит, дозированное использование компьютера и телевидения. Это очень важно, потому что наши дети и так перегружены. Они получают 90% всей информации. Мы получаем через органы зрения. И когда ребенок целыми днями играет в игры или смотрит телевизор, он перегружает свое зрение, соответственно, перегружает мозг, и это, в общем-то, не есть гуд. Обращайтесь почаще к помощи детей и помогайте им брать на себя ответственность. Это тоже очень важный жизненный навык. который им будет необходим. Даже маленький ребенок, если к нему сказать, сынуля, мама совершенно растерянная, не знает, как поступить в этой ситуации, может быть, ты мне поможешь там, я не знаю, если ты сейчас быстро соберешься, мы там успеем куда-то, не опоздаем, все зависит от тебя. И ребенок сделает что-то, и вы успели вовремя. Это оказывает очень большое воспитывающее влияние на детей. Не бойтесь, перекладывайте на них ответственность, но, естественно, дозированно. Не перекладывайте всю свою ответственность на детей, потому что ответственность должна быть по силам. Однако научать детей быть ответственным за дело, которое они делают, и то, что вы хотите от них добиться, я думаю, что это принесет свои большие положительные результаты. Учите детей творчески подходить к чему-то. Маленькие дети, к сожалению, когда мы учим их играть в какие-то игры, они сами себя не знают, чем занять. То есть если ребенок привык, что ему скучно, и ему дают новую игрушку, начинают с ней играть, а потом другую новую игрушку начинают играть, ребенок любознателен, то он привыкает, что как только ему скучно, ему что-то новенькое пихают, и он этим занимается. Очень важно научить ребенка самого находить себе какие-то игры, занятия, и для этого очень важно с ним проговаривать это все и научить его находить интерес в тех играх, которыми он занимается. То есть сказать, вот давай мы поиграем в эту игру, а что тебе нравится в этой игре, насколько она занимательна, а вот завтра ты, когда будешь играть в эту игру, ты что с ней будешь делать, или что ты будешь рисовать, или что ты будешь петь, или что ты будешь сочинять. То есть проговоры наперед оказывают очень большое значение для ребенка, для того, чтобы все у вас будущие проблемные ситуации разрешались более легко. Ребенок – существо очень творческое. Как только вы с ним проговорили, что, например, вы собираетесь делать завтра, у него в мозгу сразу закрутилась машинка. Он уже себе рисует картинки, что он будет делать завтра, как он это будет делать. И если что-то не ладится, для него наступает очень большое разочарование и обида, что не получилось, потому что он уже нарисовал себе картинку своей мечты, и вот вы лишаете его этой мечты. И отсюда могут быть капризы и гневы, разочарования и обиды и так далее. Поэтому с ребенком важно договориться заранее. Если завтра, например, он должен пойти, например, бабушке вместо того, чтобы пойти в детский сад, то нужно с ним проговорить, что завтра ты пойдешь к бабушке, ты будешь там делать то-то, то-то, ты будешь это делать так-то, так-то. А вечером ты придешь, ты нарисуешь у бабушки картинку, вечером ты придешь, ты мне ее покажешь, и мы с тобой вместе обсудим, что ты нарисовал. И ребенок идет полной надежды и ожиданий уже завтра к бабушке, вместо того, чтобы идти в сад или еще куда-то. И он уже полон творческих планов. Он уже сам знает, чем он будет заниматься. Детей нужно учить, планировать свое время и находить себе занятия. Потому что сегодня, кроме того, чтобы сидеть и играть в компьютерные игры, которые предлагают детям развлечения, сами они, к сожалению, себе занятия найти не могут. И это очень нехорошо. Дети разные все. Это нужно понимать. Два ребенка в одной семье не бывают одинаковые. Я хочу, на самом деле, сделать запись. Мне кажется, очень будет интересно родителям. У нас есть профессионалы, здесь музыканты. И я хочу записать влияние воспитывающей музыки на детей. Вот у меня сейчас родилась внучка, она с удовольствием слушает музыку. Она просто вся в этой музыке. Она сразу замолкает, она начинает слушаться, прислушиваться. Очень хорошо детям ставить музыку в приглушенных тонах, типа фоновой музыки. Уже есть готовые аудиозаписи. Это называется Baby Einstein. И они есть на YouTube в неограниченном доступе. Их можно ставить. Значит, единственное, что ребенку нужно всю эту музыку ставить очень тихо. Это должна быть не музыка, которую слушаешь на полную катушку, и потом нужно перекликивать эту музыку, если что-то нужно сказать. И, кстати, должна быть фоновая музыка, под которую ребенок будет спать. Если ребенок будет спать под фоновую музыку, то он будет меньше реагировать на более шумные звуки, которые вокруг могут происходить. Обычно маленькие дети вздрагивают и просыпаются. И это целая большая проблема для родителей, потому что говорят, что нужна идеальная тишина, иначе ребенок не может спать. И фоновая музыка может быть прекрасным дополнением для этого. Baby Einstein – это просто... Там есть специально для спящих детей, для бодрствующих детей и так далее и тому подобное. Ну, вкратце, голубым по Европам мы прошлись на минуточку по проблемам воспитания. Я думаю, что проблем немеренно осталось еще. Будем разруливать их по ходу. А так я уже приехала в школу, но смотрю, что паркинг-то здесь и нет. Совсем благо тут есть паркинг. Так что всего хорошего. Пока-пока. Будем дальше общаться на темы воспитания. Пока.